Айсберг не растает. Айсберг не растает. Айсберг не растает. Айсберг не растает. Победители в этом виде олимпийской программы определятся завтра. И около двух часов назад начались соревнования в лыжной акробатике среди женщин. И вместо трех спортсменок, заявленных от Кубани, осталось всего две. Почему, расскажет Константин Перминов. Он уже в студии «Фактов». Здравствуйте, отвечайте. Павел, добрый вечер. Действительно новость неприятная. Алина Гриднева, наша кубанская спортсменка, родом она из Армавира, в прошлом году получила травму. В начале этого года сделала операцию, но восстановиться не успела. И сегодня тренерский штаб принял решение отстранить ее от соревнований. Это не единственная потеря. В мужском фристайле мы тоже потеряли одного человека. Как и вчера в мужском одиночном фигурном катании вмешалась травматематика. Хорошо, назовем это травматематикой. Все подробности прямо сейчас в нашей специальной олимпийской рубрике. Было 12 кубанских участников игр, теперь 10. Армавирская фристайлистка Алина Гриднева, как я уже сказал, от травмы не успела восстановиться. А вот Петр Медулич травмировался уже в Сочи накануне. Во время тренировки спортсмен серьезно повредил колено, раздырив крестообразные связки и мимо игр, к сожалению. Но в мужской команде по влыжной акробатике есть наш Тимофей Сливец. Он поборется за награды в понедельник. Сегодня же в Сочи выступает родная сестра Тимофея Ассоль Сливец. Компанию ей в акробатике составляют Вероника Корсунова и заменившая Алину Гридневу 16-летняя Александра Орлова. Уже закончились квалификационные раунды. Осталось три финальных этапа в 21.30, в 21.55 и в 22.12. А через пять минут стартуют скелетонистки. В третьем и четвертом заездах сегодня определяются победители и призеры. В числе кандидаток наша Мария Орлова. На данный момент она занимает шестое место от третьего 15 сотых секунды. Кстати, на этом самом третьем коллега Орловой по сборной России Елена Никитина. Еще одна россиянка Ольга Потылицина. Пока занимает промежуточное пятое место. Вот та Ольга, наверное, она сегодня тоже поборется за награды. Мужчины-скелетонисты начали свои заезды сегодня. Завершат завтра. Ждем медали от действующего чемпиона мира и бронзового призера прошлых игр Александра Третьякова. В девятый олимпийский день всего будет разыграно семь комплектов наград. Оскелетонистах уже сказано. Откроют же соревновательный день горнолыжницы. Далее женская эстафета в лыжных гонках. Шорт-трек полутора и километровая дистанция. Тысячи пятьсот метров у конькобежек. И в завершении вечера мы увидим прыжки на лыжах с трамплина. Большой трамплин будут прыгать мужчины. Лично для меня самое главное событие завтрашней соревновательной программы начнется в 16 часов 30 минут. Это хоккей, господа. Группа А. Россия сыграет США. Самая мощная дружина против самой быстрой. Победитель матча, кстати, заранее обеспечит себе место в четвертьфинале. На эту стадию уже пробились российские хоккеистки. Стопроцентный показатель в группе обыграны Германия, Словения, Швеция. В плей-офф ждет Швейцария. Олимпийский четвертьфинал также в субботу и также в 16.30. Игра пройдет в шайбе. Можно включить сразу две трансляции, смотреть, болеть и, надеюсь, радоваться. Олимпийская вам пока. Спасибо Константину Перминову за последние олимпийские новости. Довократные олимпийские чемпионы Сочи Татьяна Блассажар и Максим Траньков откроют на курорте свою школу фигурного катания. Об этом они заявили сегодня в ходе официальной пресс-конференции. Вместе с кубанскими спортсменами на вопросы журналистов отвечали и обладатели золота и серебра этих игр Ксения Столбова и Федор Климов, а также тренер обеих пар Нина Мозор. Триумфаторы Сочи 2014 рассказали, что намерены и тренироваться сами, и обучать детей навыкам фигурного катания в ледовом дворце Айсберг, который стал для них самым удачным в карьере. Напомню ранее, эту арену в Олимпийском парке планировалось перепрофилировать в велотрек. И раз это такой фартовый для нас лед, что нельзя его размораживать, и нельзя делать там никакой велотрек, что это пока что два золота, два золота там, если он такой золотой для нас, то надо его нам оставить, чему мы очень рады. У нас также будет и Краснодар, наш подшефный, что ли, мы будем этот город тоже развивать, мы тоже обещали помочь этому краю, этому городу в развитии, то есть будем привлекать просто тренеров, хороших привозить. Добавлю, победителей Олимпийских игр в Сочи искренне благодарили губернатора и министра спорт Кубани за оказанную поддержку и обещали после небольшого перерыва продолжить спортивную карьеру, обязательно выступить как минимум в командных соревнованиях на Олимпиаде в корейском Пьончане через 4 года. Накануне Олимпийскую победу Татьяна Волосожара, Максима Транькова, волонтеры Краснодарского края в Сочи отметили флешмобом. На главной площадке Лайфсайт в морском порту они развернули два больших флага России и Кубани размером 20 на 13 метров. Церемонию награждения транслировали на экране в прямом эфире с медальной площади в Олимпийском парке, когда нашим спортсменам вручали золото на Лайфсайт, царило всеобщее ликование. Друзья, аплодисменты, площадь, но разве так мы приветствуем эту золотую медаль, так мы приветствуем наших спортсменов, это триумф нашей страны. Спортсмены симпатичны, молоды, крепки, энергичны, и мы надеемся, что Россия будет лучшая, так же, как и наша любимая Кубань. Мы болеем за Россию, потому что мы Кубань. В акции приняли участие около 250 жителей края, за происходящим наблюдали около тысячи зрителей. Триумф Кубани ярким выступлением поддержали краснодарцы, государственный ансамбль казачьей песни «Креница». В дни Олимпийских игр в Сочи выступают творческие коллективы из разных регионов России. Академический ансамбль танца «Нальмес» из Адыге исполнил композицию по мотивам нардского эпоса. В чеченский войнах удивил красотой, мощью и акробатическими трюками кавказской лесгинки. Удивил настолько, что даже зрители пускались в пляс. Жители Кубани поддерживают не только спортсменов, которые борются за медали, но и журналистов из разных стран мира. Ароматным чаем и бубликами. Начинать день с чаепития для репортеров уже стала традицией. Сегодня губернатор Александр Ткачев вместе с президентом МОК Томасом Бахом посетил зоны кубанского гостеприимства в главном медиа-центре в Олимпийском парке. Баранки и бублики скоро займут лидирующие позиции в рейтинге самых популярных русских слуг в главном медиа-центре Сочинской Олимпиады. В зону кубанского гостеприимства каждый день заглядывает не меньше тысячи журналистов из разных стран мира. Произносят это все. Баранка, бублик. Им это очень нравится. Чай наш замечательный, краснодарский. Мы немножко добавляем туда трав. Душицу, мелицу, чабрец, мяту. Любопытные от природы, акулы и пера пьют ароматный чай с бубликами и с интересом рассматривают все, что представлено в экспозиции. Для многих увиденное – повод дополнить свои истории об Олимпиаде. Я в восторге. Эти подсумухи, традиции и история казаков. Я об этом ничего раньше не знала, хотя готовилась к поездке сюда. Об этой стране России и региона, где проходит Олимпиада, я с удовольствием рассказываю своим соотечественникам. Переводчик, экскурсовод, этнограф. Ее здесь знают уже многие. Англоговорящую с уважением называют мадам Гузенко. Больше всего, конечно, их удивляет то, что мы сумели сохранить традиции. Очень часто задаваем вопрос, как вы смогли сохранить вот эти предметы быта. Потому что есть предметы, которые относятся к 18-му, к 19-му веку. Они очень талантливо исполнены, но как мы смогли это сохранить? И мой ответ, наверное, такой, который бы дали каждый. Вы знаете, без прошлого нет будущего. И каждая российская семья, каждая кубанская семья сохраняет самое дорогое. А самое дорогое – это то, что связано с семьей. По требованию гостей здесь уже завели книгу благодарности. И в ответ на русское гостеприимство спасибо интернациональное. Не смог пройти мимо и президент Международного Олимпийского комитета. Томас Бак со всей ответственностью заявил губернатору Александру Ткачеву. Ничего подобного прежде на Олимпийских играх он не видел. Кубань изумительно представлена. Прекрасно, просто молодцы, я не ожидала. Я сначала, когда пришла, я думала, что это Ридна Украина тут у нас расположилась. Но мне говорят, нет, это мы, Кубань, матушка. Влюбился я в Кубань, в этих женщин, и они нам предоставляют вот такой вообще каждое утро, такой прием. И, кстати, хотел тоже вам вас попросить, чтобы во время восьмерки, в июне будет восьмерка тоже, чтобы они тоже были, пожалуйста, вот в Красной Поляне. За Краснодар, за Россию, за Олимпиаду. Яна Маскаленко, Денис Маскаленко, 9 канал, Сочи. Сегодня же в Сочи губернатор Александр Ткачев встретился с организаторами Гран-при России Формула-1. На встрече обсуждали вопросы готовности Сочи к королевским гонкам, которые, напомню, Олимпийская столица примет уже в этом году, в октябре. Специалисты отмечают уникальность сочинской трассы с видом на горы и вдоль морского побережья. Организаторы уверяют, шоу гоночных болидов в Олимпийском парке привлекут не меньше зрителей, чем нынешние спортивные соревнования. Мы видим, как Сочи принимает Олимпийские игры. Здесь создали фантастическую инфраструктуру. Ничего подобного в мире нет. Без сомнения, Гран-при Формула здесь будет иметь колоссальный успех. С такой трассой гонки в Сочи войдут в историю Формулы-1 как одни из лучших. Продажи билетов на Гран-при России. Формула-1 стартует в канун открытия Паралимпиады, 4 марта. Купить их можно будет через официальный сайт промоутера спортивного мероприятия. Об этом рассказали сегодня организаторы Формулы-1 в Сочи. Интернет-адрес пообещали назвать ближе к марту, но цены на билеты уже озвучили. Так, места на трибунах на весь уикенд во время российского этапа Гран-при Формулы-1 будет стоить 7 тысяч рублей. Предполагается и социальная билетная программа. Категория льготников сейчас определяется. Объявили организаторы о том, что намерены перенести ежегодные заезды болидов Формулы-1 с октября на майские праздники в последующих сезонах. Если мы это сделаем, мы уже будем продавать билеты на вторую гонку, не проведя еще первую. То есть маркетинг немножко наложится. Но это реально впервые в мире в истории Формулы-1, что гонки будут идти дуплетом. Это здорово. Я думаю, вы понимаете, что май нам гораздо интереснее, чем осень. Это будет захватывающее и зрелищное мероприятие в России, в Олимпийском парке Сочи. Трасса третья по длине в мире. Гоночная дистанция около 6 километров. Много поворотов, но трассу мы стараемся сделать максимально безопасной. Число зрительских мест более 55 тысяч. Сочинский этап Гран-при Формулы будет сопровождаться многочисленными сопутствующими мероприятиями, такими как показ мод или автовыставками, как пообещали организаторы трассы в Олимпийском парке. Будет задействовано все 200 солнечных дней в году. И далее в программе. Обелиску. Новая прописка. История об исчезновении памятника героям-танкистам получила продолжение. Через костер навстречу Господу Армянская апостольская церковь отметила священный праздник Терн-Тхарач. 14.02 и 20.14. Магия чисел, приметы и суеверия. Кого кроме любимых нужно гладить на счастье Валентина в день? Расскажем после короткой рекламы. Продолжаем факты. Продолжение получила история, которую факты показывали два дня назад. К нам в редакции обратился житель Краснодара и рассказал, что в районе шоссе Западный обход в поле раньше стоял памятник погибшим танкистам, а в наши дни от него ничего не осталось, и даже сведений о нем не сохранилось. Но оказалось, что почти 40 лет назад останки погибших воинов перезахоронили в соседнем поселке. На новом месте сделали небольшой мемориальный комплекс. Наш корреспондент Маргарита Витясян побывала там и расскажет новые подробности этой волнующей истории. Вот у этого памятника принимали в пионерии. Вот эти вот два брата сейчас живые. На старых пожелтевших фотографиях у небольшого обелиска стоят люди. На одной школьников принимают в пионеры, на другой – митинг в День Победы. Александр Пелих хорошо помнит, как в советское время у этого памятника люди собирались на все праздники. Там, где сейчас огромное пустое поле, раньше был поселок Гуш-Транс. Его жители и похоронили рядом с поселком тела танкистов, погибших в феврале 43-го. Когда эти танкисты погибли, люди, которые жили в этом поселке, в Гуш-Трансе, они их перезахоронили. Был такой, может, сегодня он дедушка, а тогда парень был, останки собрал, косточки в этот ящик, закопал и посадил тую. Это место, где они сгорели. В конце 70-х поселок Гуш-Транс власти ликвидировали. С годами памятник оказался в чистом поле, добираться туда стало сложно. И по инициативе коммунистов поселка Колосистово, ближайшего от места гибели танкистов, было решено перенести обелиск и перезахоронить останки. Автор идеи нового памятника Владимира Ивашенко вспоминает, как собирали справки, получали разрешение и потом думали, каким должен быть обелиск. За образ был взят памятник братьям Игнатьевым. Там единственный узел был, по-другому сделали, вот этот. Там было хитро. Когда начали делать, энтузиазм громадный был. Буквально за три дня его сварили, сделали и здесь установили. С годами вокруг памятника появились деревья, скамейки и освещение. На памятнике в поселке Колосистово всего четыре фамилии. Однако, согласно данным архива Минобороны СССР, в феврале 43-го 249-й танковый полк в боях за освобождение краевой столицы понесли серьезные потери. Но в истории сохранились, к сожалению, только имена офицеров. А вот фамилии простых солдат остались забытыми. Чтобы помнить их и чтить, здесь есть специальная доска памяти неизвестному солдату. Впрочем, житель Краснодара Сергей Сереженко, рассказавший нам об исчезнувшем в поле памятнике, уверен, там, где действительно погибли танкисты, тоже должен стоять обелиск. Конечно, посолиднее поставить. Хотя бы памятную стелу или камень поставить с мемориальной табличкой. Чем больше людей узнает об этом, тем лучше. Мы забываем войну. Просто начинаем ее забывать. А кто не учит свою историю, тот вынужден будет учить чужую историю. Таких неравнодушных, как Сергей, нашлось немало. Люди даже устроили акцию памяти. Приехали после работы на место гибели танкистов и зажгли свечи. Если нельзя вернуть обелиск на законное место, считают они, надо как-то иначе напомнить жителям Краснодара о подвиге тех, благодаря кому мы сегодня живем. Чтобы назвали этот микрорайон в честь этого поля, в честь погибших здесь людей. В частности, мы сейчас стоим около памятника танкиста. То есть, например, героев танкистов микрорайон, либо еще как-то. У гражданских активистов есть еще несколько идей, как сохранить память о погибших танкистах. Они готовы поделиться ими с представителями власти. Маргарита Витясян, Михаил Власенко, Майя Губа, 9 канал, Краснодар, поселок Колосистый. Торжественная церемония передачи останков военного летчика прошла сегодня в Краснодаре. Старший сержант Николай Пшенко был пилотом самолета И-153 и погиб, сражаясь за Кубань в годы Великой Отечественной войны. Его самолет поисковики нашли в Туапсинском районе в прошлом году. Контейнер с останками военного летчика отправят на родину погибшего в Белоруссии. Вместе с ними отвезут символическую гильзу с кубанской землей и фрагменты боевых самолетов еще двух летчиков, которые также погибли в боях за Кубань. Так стартовал первый этап российско-белорусской акции памяти «Морские крылья Отечества». На торжественной церемонии присутствовали первые лица Краснодара, представители Республики Белоруссии, сами поисковики. Ведь это не один герой возвращается, а возвращается именно сразу трех летчиков, которые нашли поисковики Кубани, Краснодара и Геленджика. И родственник, который не ожидал даже нашего морского летчика Горовцова из Могилева, он так долго плакал, что не мог говорить. Акция «Морские крылья Отечества» продолжится в Белоруссии. В феврале там пройдут встречи местных поисковиков с краснодарскими. Завтра международный день детей больных раком. На Кубани пройдет акция «Капля крови ради жизни». В Краснодаре с 9 до 15 часов все желающие могут сдать кровь в мобильном комплексе или на станции переливания. Днем на улице Красной будут работать и волонтеры, которые расскажут, как оказать помощь, в том числе и финансовую, больным детям. Одна из тех, кто в ней нуждается, шестилетняя Ника Цапенко. У нее опухоль сетчатки глаз. Историю девочки расскажет Евгения Матвиенко. Ронила Мишку на пол. Уторвали Мишку лапу. Все равно его не бросил, потому что он хороший. Шестилетняя Ника Цапенко играет в куклы, поет, танцует, читает книги. Вот только видит картинки и текст не как все, а одним глазом. У девочки ретинобластома злокачественная опухоль сетчатки. Шок, конечно. Ничего больше. Почему наш ребенок? Неизвестно. Опухоль диагностировали, когда Нике было полтора года. И с тех пор жизнь семьи Цапенко перевернулась. Многочисленные обследования и курсы лучевой терапии стали нормой. Болезнь прогрессировала. И чтобы сохранить жизнь ребенку, пришлось удалить левый глазик. Сейчас на его месте стеклянный протез. Сказали бы, отдай свое. Не секунды. Я бы довольно секунды не задумалась. Я бы все свое отдала, что можно. Лишь бы она была здорова и жила. Семья Ники, мама, бабушка и дедушка живут в недостроенном доме. Вчетвером ютятся в одной комнате, которая и кухня, и гостиная, и спальня. На Кубань они приехали 14 лет назад из Казахстана. Но обустроить жилье так и не получилось. Сейчас все деньги уходят на лечение девочки. Пока единственный кормилец семьи – дедушка на работе, а мама собирает справки в больницах, бабушка с внучкой занимаются домашним хозяйством. Ухаживают за кроликами и курами. Пока Ника чувствует себя хорошо, улыбается и беззаботно кидает камушки вдаль. Для семьи Цапенко важно, чтобы не было рецидива. Сейчас борьба идет за правый глаз. Чтобы болезнь вновь не дала о себе знать, нужно раз в три месяца ездить на обследование в Москву. На каждое такое путешествие уходит больше 50 тысяч рублей. Кроме того, девочка растет, и скоро нужно менять протез, а это тоже не дешево. Но семья не расстраивается и верит в лучшее. Свои мечты есть и у маленькой Ники. Только одна, стой с феей. Стой с феей? Да. Евгения Матвиенко, Игорь Звинаревский, 9 канал, Абинский район. Помочь Нике Цапенко видеть мир в ярких красках может каждый, перечислив средства на специальный расчетный счет, указав имя девочки. Реквизиты есть на сайте фонда «Цветик-семицветик». Вместе поможем детям. Сегодня армянская апостольская церковь отмечает «Сретение Господне» или «Тернтхарач» в переводе с армянского «На встречу Господу». Армяне празднуют его на день раньше Русской Православной Церкви. Торжества начались еще накануне. На закате прошли богослужения. А самая интересная часть, которую еще называют «Тернтэс», сразу после захода солнца. Во дворе церкви настоятель разжег костер и от храмовой свечи. Этот огонь считается очищающим, поэтому собравшиеся по очереди прыгают через него. Причем первыми обязательно должны это сделать молодожены. По традиции это служит залогом прочного и долгого союза. Затем всех пришедших на праздник угощают особой пшеничной кашей. «Варится вот такая вот каша. Называется она харюса. Женщины собираются и чистят ее. Значит, эту вареную курицу очищают или вареную курицу. Очищают ее от костей. И очень долго варят ее, все время размешивают. Размешивают деревянными большими ложками мужчины, потому что это трудоемкий, тяжелый процесс». После празднования в церкви прихожане зажигают от костра свечи и несут домой. Напомню, что Русская Православная Церковь отметит Средние Господни завтра. Во всех храмах пройдут праздничные богослужения. Сегодня в Краснодаре открылась Кубанская усадьба. Так называется популярная среди фермеров и садоводов выставка. В преддверии дачного сезона здесь презентуют новинки сельского хозяйства, семена, инструменты, удобрения. На выставке также проходят семинары и мастер-классы. Один из них, посвященный защите растений, провела известная телеведущая Октябрина Ганечкина. Она также является кандидатом наук и признанным экспертом в области сельского хозяйства. Фермером и дачникам она рассказала, как применять современные удобрения. «Если вы будете ходить прокалывать, то все ваши помидоры могут верхушкой отломиться или что. А тут обриснули, обработали, помидоры в селе чувствует очень прекрасно, есть ни одного сорняка». Всего в выставке участвует больше ста компаний. Работать Кубанская усадьба будет до 15 февраля в Краснодар-экспо. Влюбленных в высоту открыли новое колесо обозрения. Аттракцион установили в городском саду. Напомню, самое большое колесо в России крутится в поселке Лазаревском, а это второе по величине. Теперь в Краснодаре подняться на высоту 52 метров можно примерно за 5 минут. По словам создателей проекта, колесо обозрения соответствует всем правилам безопасности. Его открытие в парке приурочили ко дню влюбленных, поэтому одними из первых прокатились молодожены. Непередаваемые ощущения радости, счастья, и праздник, и свадьба, и все вместе, и высота. Шикарно. Люблю тебя. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Екатерина Славянская встретилась с парой, которой выпал счастливый билет, и расскажет, при чем тут дельфины. С древних времен на дельфинах существует много мифов и легенд, одна из которых гласит, что тот, кто хотя бы раз к ним прикоснется, будет вечно счастлив в любви. Алексей Гаврилов о легенде знал, но относился к ней скептически. Однако в детстве, живя в Ялте, часами находился на берегу моря, наблюдал за дельфинами и мечтал с ними работать. Желание исполнилось в 20 лет. После армии молодой человек устроился работать охранником в дельфинарии Ялты. По окончанию курортного сезона ему предложили остаться, но уже в качестве тренера. Спустя несколько месяцев его пригласили в Геленджик, и здесь легенда стала Явью. Пока на себе не поймешь, то как-то особо и не верится. Но как-то сюда устроился в Геленджик, здесь встретил свою нынешнюю жену. Если бы она не работала бы в дельфинарии, или я не работал бы в дельфинарии, мы не были бы вместе. Ну, потому что это не работа, это жизнь. Ольга пришла работать в дельфинарии, когда Алексей был на гастролях в Москве. Знакомство произошло по телефону. Молодой человек давал профессиональные советы. Это и стало ключом к сердцу девушки. Когда мы с ним разговаривали, общались по телефону, прям по интернету, просто я знала, что Леша Гаврилов, и видела вот это на фотографиях. У меня он снился. Чувствовала сразу, что это мой человек. До встречи с Алексеем и Ольгой отношения с молодыми людьми не клеились. Работа часто становилась причиной разрыва. Девушка проводит семь дней в неделю в дельфинарии, а порой даже домой не приходит ночевать, если ее моржиха по имени Булочка болеет. Алексей же все понимает и поддерживает. В семьях Гавриловых проводят практически все время вместе, чаще на работе. Даже день всех влюбленных они отметят выступлением. А их воспитанники помогут приготовить подарки. В семьях Гавриловых не оставят без подарка и зрителей. Но у них будет возможность испытать на себе действия легенды. И, как признается Ольга, главное в любовных делах – это вера и открытость. Екатерина Славянская, Александр Брыксин, 9 канал, Генжи. Всем удачных и теплых выходных. Далее прогноз погоды. До встречи. Добрый вечер. Репетиция начала мая в середине февраля проходит успешно. Ведущие актеры спектакля под названием «Нежданная весна» проявили себя блестяще. Особенно талантливо сыграли высокие температуры и яркое солнце. А вот что ожидается в погодном репертуаре на выходные, сейчас расскажу. Смотрите на карту. Обратите внимание, что все циклонические массы, вот они, видите, подходят. Когда к нашему краю подползают, дальше расходятся на две части. Почему? Да потому что поле повышенного давления, которое на востоке находится, все еще защищает из последних сил нас. Но даже если какой-нибудь фронт вот от этого циклона к нам и подойдет, то ничего страшного не произойдет. Потому что максимум, чем нам грозит близость циклона, так это просто увеличится облачность на небе. Вот и все. Ну, может быть, лишь к вечеру на западе края чуть-чуть покапает, но это маловероятно. Так что суббота пройдет без дождя и грязи, а значит, можно планировать февральские шашлыки. Температуры тоже не подведут. Ночью 0,5, днем 8,13 тепла. По югу вообще до 20 рейтинг. Да, в Сочи продолжаются зимние олимпийские игры с летним характером. Потому что там до 18-ти солнышко, переменная облачность, самые низкие температуры. На севере там около 9-ти. Краснодар. Футболки, велосипеды, прогулки, барбекю, дачные, огородные заботы, посиделки в парке. Эти и другие символы весны ворвутся в нашу февральскую жизнь. Не верите мне, посмотрите. Цифры такие. 4, 18, 9. О, какие температуры. Почему бы в парке не посидеть? Без осадков, давление в норме. Все. Партнер прогноз погоды. Жилой район. Народные квартиры от застройщиков в Краснодаре. Пусть завтра ваш день будет таким же прекрасным, как погода. Чаще улыбайтесь, больше радуйтесь жизни. Всего хорошего. Пока.